О, муж, наконец-таки я пришла. Ну что ж, я уже 2-3 раза выходил тебя встречать, а тебя нет? Нет. Ну ты же знаешь, какая у меня работа. Ну так получилось. О, ничего. Ты уж извини, ты меня всегда поймёшь. Правильно, Виктор? Вот так каждый вечер уже на протяжении 35 лет Виктор Федотов встречает свою супругу с работы. История их любви ведёт свой счёт с 1981 года. Глядя на чёрно-белые фотографии из семейного альбома, Федотовы вспоминают ту первую встречу, которая определила их дальнейшую судьбу. Мы встретились, я сначала её не рассмотрел, но при второй встрече, первая встреча была вечером, ну и как-то я не готов был к этому. А потом при второй встрече я уже рассмотрел, мне она понравилась. А вот Марию Ивановну, её будущий муж, тогда ещё молодой парень, очаровал сразу. Она поняла, что это её судьба. Скромный, аккуратный, серьёзный молодой человек. Мало того, приятная улыбка. Ну, факт, можно точно сказать фактически, что когда мужчина красиво улыбнётся женщине, он чем-то затрагивает душу девушки, женщины. Вот эта искорка у Виктора была. А потом были свидания, походы в кино, прогулки по Зелёному острову. Их роман длился больше года, а осенью 1982 года Виктор сделал Марии предложение. Он сказал робко и очень застенчиво. Я думаю, это как понять. Ну, я немножечко задумалась, а потом он ещё раз сказал, Маша, ну, подумай хорошо. Я говорю, хорошо, я подумаю. Ну, как ты на этом? Мы ведь давно встречаемся, ты мне очень нравишься. Открыто было сказано. А как я тебе, вот как бы ты ответила на моё предложение? Ну, я говорю, ну, конечно, ты, наверное, и сам чувствуешь, насколько моё отношение к тебе. Ну, конечно. Ну, и мы решили. Сегодня, глядя на супругов Федотовых, понимая, что они до сих пор с огромным трепетом и теплом относятся друг к другу. В их глазах по-прежнему горит огонь, что вспыхнул между ними 35 лет назад. Для Виктора она всё та же красавица с шикарными волосами. А для Марии он тот мужчина, что покорил её сердце с первого взгляда. О секретах счастливого брака говорят супруги не только в любви, но и во взаимопонимании и умении договариваться. Благодаря этим правилам за годы брака у них не было ни одной крупной ссоры. Иногда вроде как недопонимание было, один другого не поняли. На основе этого были ссоры небольшие, но я старался всегда помириться. Первым как-то на чём-то подъехать. Родная, любимая. Вот. Ну, таяла. В прошлом году Федотовы, как одна из образцовых семейных пар республики, на День любви, семьи и верности получила почётную медаль. Но главные свои награды они считают не это, а то, что несмотря на все испытания судьбы, смогли сохранить свой брак и воспитать двух детей. То, что говорят в семье, именно верность, преданность, порядочность, любовь, всё это имеет место в нашей семье. Спасибо за то, что у меня есть такая половина, которая всегда поймёт, поможет, выручит. И самое главное – надёжное, верное мужское плечо. Это так много для семьи, для детей. И приятно, что дети мои уже взрослые парни. Они берут пример с моего мужа. Такие же крепкие, надёжные парни. Супруги говорят, что эти 35 лет пролетели для них как один миг. Ведь счастливые, как говорится, часов не наблюдают. Но мечтают они сегодня о простом. Составиться вместе, наблюдая, как взрослеют их внуки и правнуки, которых семейная чета ждёт с большим нетерпением. Дарья Назарова, Заурлиф, Архиз, 24.